Ну что, продолжаем работать. Взяла лопату и идем дальше копать. Решили мы с мужем, где будем парники еще делать. А что-то в глаз попало. Да, рязными руками там в глаз самое то лезьте. Не удивлюсь, если скоро у меня конъюнктивность появится. Мам, перышки. Так, идем дальше копать. Да, перышки здесь. Дальше, дальше копать. С мужем поговорили и решили, где мы будем делать парники. Для помидор и перцев. Сейчас вам покажу. Так, решили мы вот эту грядку оставляем. Эту тоже оставляем. А вот на эти две грядки мы сделаем как парники. Вот здесь, Марина, подожди. Вот здесь будет завышено. И вот так вот на склон будет идти парник. С этой грядкой я уже разобралась. Эту грядку прополола. Сейчас приступаем вот к этой грядке. И потом вот те две мне надо еще подготовить. Что ты здесь ходишь? Тебе не холодно, дочь? Нет. Нет? Ну, хорошо. Да, кстати, ребят, помидоры у меня очень хорошо вытянулись. Смотрите, после посадки. И у мужа перцеветики уже большие. Надо тоже уже вылазить из горшочков. Надо заниматься ими. Здесь вот у меня еще. Там слышно, как Мася гавкает. И вот здесь вот тоже у меня помидорки. Так, там Илья. И вот здесь помидорки тоже у меня вытянулись. Все хорошо. Илья, привет. Ты не хочешь этим мамам помочь? Я только пришел. Откуда? Я как бы в городе ездил, да? Понятно. Ладно, Марина, шагай, будем дальше копать в город. Вот так вот. Ладно, берем лопату и идем копать грядки. Продолжаем копать грядку. Тут подошел сосед, дядя Ваня, рассказал очень интересный анекдот про обезьянку. И спрашиваю, что это я делаю, снимаю или для чего все это, все ему интересно. Тут же Мариночка бегала. Мы грядки копали, разговаривали через забор. Дядя Ваня вообще очень много, кстати, интересных знает анекдотов. Рассказывает мне постоянно. Поэтому я всегда слушаю его с интересом. Ну, а я продолжаю копать грядку дальше. Эту грядку хочу сделать. Под какую-нибудь мелочевку. Ну, не знаю еще, пока сначала хочу перекопать, а потом посмотрю, что и где буду садить. Так что продолжаем копать. Пока копаю, разговариваю так же с соседями. Они там на своем участке копаются. Решила переставить вас немножко, чтобы был лучше обзор виден. Земля тут, ребята, в основном песок. Песок, песок и песок. Песка вообще... Песок песком погоняет. Вот, как-то так. Земля нехорошая. Навоз хотела нынче купить, но сейчас понимаю, что я, скорее всего, уже не куплю. Но, по идее, там кто продает мешок по 100 рублей, продают мешок навоза. Ну, думала, не знаю, хотя бы мешков 20 купить, но вот навряд ли уже получится в этом году. Ладно, свой навоз раскидаю, сейчас копаю, а потом буду раскидывать уже навоз. Сначала просто вскапываю. Ладно, продолжаем дальше копать огороды. Если интересно, то оставайтесь с нами. Всем желаем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тут у меня бегают мои помощники. Ну, а я сделала вот эту вот грядку для посадки, вот эту грядку с луком, с чесноком и вот здесь вот сделала. Сюда посадила по краю лук, оттуда выкопала, потому что мы эти две грядки будем под парник делать. Так, ты куда мне там по луку топаешь? Там лук посажен, ну иди с грядки. Там лук вылез, там лук вылез, вылезет он, блин, мне по луку топчется. Оксана, ты что сапоги опять эти делаешь? Я тебе сказала, кроссовки одеть. Там в коридоре все кроссовки делала, а Оксана опять сапоги одела. Пойду я чай попью. Передышками буду, а то голова кружится. Скопала две грядки и третью. Сделала, потом дыхну немножко и потом дальше, помню, лопату сейчас все уберу. Да, Марина? Угу. Ты опять все лохматываешь, что вот только я тебе переплетаю, да, Мариша? И будем потом дальше работать. Так что вот такие вот дела у нас. И посмотрим заодно, что там у меня муж сделал. Ой, извините. Я пойду чай попью, потом пойду дальше. Машина, подержи, пожалуйста. Снимай. Ты не это, рукой-то не держи телефон. Я хочу просто руки вымыть, а то я в перчатках работать не могу. Работаю без перчаток. Не надо, Марина, деться. И у меня под ногти грязь, вода. Грязь залазит. Я не сказала мужу, чтобы одну бочку мне сделать с той стороны, где грядки будут. У тебя нет. Тут не надо. Тут это после огорода только мы моем. Вот. Все. Помыли. Идем дальше. Да, Маш? Угу. Маша, тоже переобулась эта юная, по идее, школьная сменка. Да как не нашла? Там в ящике лежит, там в пластиковом ящике лежит вся обувь ваша. Маша, иди покажи, где вся обувь лежит, там пластиковая за дверью стоит. Хорошо, ребят, на улице. Прям благодать. Даже дома холоднее. Дома, ну, хорошо, прохладно, потому что это курочки наши также гуляют. Скоро будем трактор сюда загонять, чтобы копать, пахать огород. Мы трактором будем опять пахать. Мы не хотим по-другому. Плугом будет. У нас тут камни, корни от тополя. Смотрите, как у меня дерево уже начинает. И паутина начинает на ней появляться. Мама. Да. Мама сейчас сказала, я не буду такие носить. Как так не будет она такие носить? Деловая она какая? А какие на золотые, что ли? Катюша, ты куда пришла? А что ты костюм? Кофту-то взяла, могла бы дома ее оставить. Костюм одела. Машка в пижамных штанах гуляет. Вообще, да, нормально? Ладно, Маш, поприбирайте здесь немножко все. А ну это что такое? Шорты короткие. Шорты короткие, но штаны обычно. У тебя штанов, по идее, много. Ладно, пойду чай пить. Что ты не одеваешь? Ладно, пойду ребенку покажу, где ее на обувь. Здесь мы вот так вот ребята, кстати, сделали. Хорошо сейчас тут стало. Тут света мало, то что еще висит комбинезон. Кстати, кому на комбинезон вис на осень, на мальчика. Постирать только она так и висит. Отдать на кому-нибудь. Люлька детская висит. Да, Марина? Сидишь тут? Ну это я тут вечером вышивать хорошо, удобно. Да? Я вообще хочу здесь вот это вот место сделать. Вот это вот полностью все место. Хочу сделать рукодельную комнаткой. Такой попросить мужа, чтобы он мне сделал рукодельную комнатку. Ладно, пошла чай пить. У меня ребятки пришли домой и кушают супик. Приятного аппетита! Спасибо. Все кушают. Я пришла отдохнуть немножко. Голова загружилась. Так в целом все хорошо. Вот так проходит у нас 9 мая. Ребята, вы в курсе, что сегодня праздник? Да. Ну. А мы вместо этого в огороде довозимся. Мама с папой возятся, а дети играют. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Хотела показать, что у меня муж доделал. Нет, вторую грядку. Да, все доделал. Вот так вот он. Там он сделал по-другому грядку. А здесь вот так вот сделал. Надо кофту его наубрать. А то он тут оставил. Он ушел к друзьям. Они там что-то отмечают праздник. Ну, я не пью, поэтому мне как-то... Я с детьми сижу. Хочу сейчас подушки-то что поубирать. И надо... Детей я уже завела домой. Они сидят, кушают. А мне надо вот это вот все поубирать. Если вам интересно, то оставайтесь, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот, ребят. У меня сегодня был день. Слышно где-то фейерверки бахают. Всех с праздником еще раз. Всем желаю крепкого здоровья ветеранам. Особенно крепкого-крепкого здоровья. Если кто-то еще есть ветераны живые. А я знаю, что они еще есть живые. Дай бог вам крепкого здоровья и всего самого хорошего. Ну, вообще, всех с праздником. Всем всего самого хорошего. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забывайте написать комментарий. Всем говорю пока-пока. До завтра.